Привет! Сейчас я продемонстрирую вам, как провожу аудит сайта. Меня зовут Егор Камелев, я проектировщик информационных систем и основатель компании Proectorat. И сегодня у нас в гостях сайт, занимающийся продажами курса, курса по ретуше. Разумеется, аудит я уже провел, подготовил документ с результатами, и сейчас я вам обо всем расскажу и все покажу. Первый шаг при любом аудите — определиться с целями. Мы же аудируем интерфейс на достижение каких-то целей. Цели у нас есть разные для владельца сайта и для посетителей сайта. Для владельца сайта в данном случае цель — предоставить информацию о курсах, рассказать о том, что он продает, продавать эти курсы или формировать обращения за покупками, ну и, наконец, привлекать аудиторию в Telegram-канал. А у посетителей цели — узнать подробности о курсах и приобретать эти курсы. То есть, в целом, цели-то у нас у двух сторон совпадают. Это очень хорошо. Из целей всегда легко вывести функциональные требования к интерфейсу, то есть, какие функции должны исполняться для того, чтобы достигались поставленные цели. Итак, посетители в этом интерфейсе могут получить информацию, необходимую для принятия решения о покупке курсов, связаться с продавцом в онлайн-чате, ну и, наконец, купить курсы. Возвращаемся к нашему сайту и проверяем самую важную функцию. Допустим, я уже все давно знаю об этом курсе, я сюда пришел просто, чтобы его купить. Я знаком с автором, я уже почитал или услышал где-то все отзывы, и моя цель — купить. Вот на главной странице я сразу вижу кнопку «Курс ретушь в Stable Diffusion». Кликаю по ней. Здесь я вижу кнопку «Купить курс», она от меня никуда не прячется, я на нее нажимаю, здесь я должен указать свои FIO, должен указать свой e-mail, промокод, наверное, если у меня есть, ну и нажать на кнопку «Купить курс». Единственное, сразу сделаю замечание. Я мог смотреть на этот интерфейс, например, с мобильного телефона или с окна браузера, по-другому как-то, от ресайзленного, то есть другого размера, по высоте. И вот этот вот текст под кнопкой «Купить курс» мог просто не влезть в мой экран. Но при этом, нажимая на кнопку «Курс», я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и публичной офертой. Я такие решения не очень люблю, потому что я могу согласиться с чем-то, чего я даже не читал. Но я внимательный, я обычно лезу и в политику конфиденциальности, и в публичную оферту, и хочу показать публичную оферту вам. Здесь все стандартное, не вызывает почти никаких вопросов, кроме одного. Я обратил внимание на пункт 3.4. Информация и иные материалы, предоставленные заказчику-исполнителем, являются конфиденциальной информацией. И в случае, если заказчик, то есть я, допустит распространение указанной информации, он несет ответственность перед исполнителем. И, собственно, я должен буду возместить убитки. Разместить убытки в виде штрафа, размер которого указан в пункте 4.6. Идем в пункт 4.6 и видим здесь цифру в размере 3 миллионов. На самом деле это более или менее стандартная практика, но такие формулировки в оферте обозначают, что я могу попасть на 3 миллиона даже не по своей воле, потому что в пункте 3.4 недостаточно хорошо расшифровано, что является информацией и иными материалами, которые предоставлены мне в рамках оказания услуги. Например, сам сайт считается такой информацией или нет? Услугу я получаю, мне скинули ссылку на сайт, я поделился с кем-то еще и попадаю на 3 миллиона. Разумеется, это утрированный вариант, разумеется. Никто ко мне никогда за 3 миллионами не придет. Разумеется, это все сделано для отпугивания тех негодеев, которые распространяют результат чужого труда бесплатно на всяких складчиках и прочих местах. Но все же, я как человек осторожный испугался бы этих 3 миллионов. Они не сопоставимы стоимостью курса, которая в данном случае 35 тысяч рублей. Вот, я бы побоялся. Ну, да ладно. Такая ремарка. Дальше, если я нажму «Купить курс», то, собственно, вот здесь я могу оплатить с помощью Т-банка или с помощью Сберпэя. И даже есть возможность оплаты в рассрочку. И, кстати, узнать об этом я могу только из этого интерфейса. Что ж, функция основная работает. То есть, если бы я захотел приобрести этот курс, я бы с этим справился. Поэтому к этому моменту вопросов нет. Ну, а сейчас я попробую проанализировать сверху вниз весь этот лендинг. Я обычно стараюсь перед тем, как анализировать какой-либо интерфейс, нужный мне именно как покупатель. Сейчас я играю роль покупателя курса. Я потенциальный покупатель. Там внизу мы узнаем, что этот курс в том числе подходит фотографам. А я фотограф, поэтому я тоже являюсь целевой аудиторией этого курса. Поэтому мне аудировать этот интерфейс будет проще, чем обычно. Потому что я могу смотреть на него глазами не только эксперта, но и реального покупателя потенциального. Вот. Я листаю все быстренько вниз и вижу, что все у меня медленно подгружается. Здесь используется анимация. Появление новых блоков с информацией. Поэтому вот она появится только, когда я все проскролю вниз, потом я проскролю наверх, что не очень хорошо. Было бы классно, если бы я сразу мог проскролить вниз и увидел то, что я вижу сейчас, а не пустые страницы. То же самое касается того сценария, когда я медленно листаю курс вниз. Вот это вот все потихонечку выезжает, и оно просто отнимает мое время. Оно не управляет моим вниманием. На самом деле это неплохой такой ход, когда создатель сайта хочет обратить мое внимание сначала на один блок, потом на другой, потом на третий, и они в этой последовательности и выезжают. Здесь же последовательность совершенно стандартная. И очевидно, что это сделано для красоты. Я этого не одобряю. Это мешает мне знакомству с сайтом. Ну, пока такой комментарий. Двигаемся дальше. Онлайн-школа нейросетевого искусства Happy in Happy. Очень абстрактное определение. Что такое нейросетевое искусство? Не знаю. Обучаем профессионалов ретуши фотографий при помощи нейросетей. Формулировка тоже очень непонятная. То есть это курс, на который приходят профессионалы ретуши фотографий и при помощи нейросетей их обучают. Или на курсе мы создаем из непрофессионалов профессионалов, которые занимаются ретушью при помощи нейросетей. В общем, любая двусмысленная непонятная формулировка, по моему мнению, должна быть переделана в однозначно понятную. Новый курс Start звучит как название курса 14 июля 2024 года. Ну, понятно, что я бы тут написал новый курс стартует 14 июля или старт нового курса 14 июля. Потому что явно ниже идет название «Retush of Stable Diffusion». И кнопка «Подробнее». Причем кнопка «Подробнее» синенькая, то есть это ссылка на страницу курса, и заголовок синенький. Хотелось бы, чтобы и то, и то было ссылкой на страницу курса. Но я вам скажу по секрету, на конверсии и на прочие полезные для бизнеса штуки это практически никак не повлияет. Это придирки от дизайнеров. Здесь я вижу видео, где обтравливают бутылочку и ставят ее на разные фоны. То есть если это курс по обтравке, это было бы классно. Классные иллюстрации того, что происходит. Но «Retush» у меня не совсем ассоциируется с обтравкой. Дальше. Мы запустили новый курс «Retush of Stable Diffusion». Огромное пространство, занимают огромные тексты. И, конечно, хотелось бы все это видеть в более компактном виде. Потому что моя цель сейчас, как посетители этой страницы, получить максимальное количество ответов на свои вопросы. Они на самом деле тривиальные и идут в определенной последовательности. Сколько это стоит? Где тут цена-цена? Потом мы ее узнаем. Сколько это будет длиться? Вот ответ на мой вопрос на своем месте. Это онлайн или офлайн формат? Онлайн. Хорошо. Старт. Можно вступить до 21 июля. Но если такой текст написан, у меня сразу же вопрос. А если я не вступлю до 21 июля? По секрету, сегодня уже 26. Мне можно уходить с этой страницы или я могу записаться на следующий курс? Если меня сюда уже привели, почему бы не сделать мне какое-то предложение? Вы научитесь интегрировать нейросети в процесс ретуши. Окей. Мы используем реальные примеры для наших практических заданий, что поможет быстрее обучиться и стать уверенным пользователем Stable Diffusion. Я обращаю внимание на опечатки, но опять же, большинство людей на них внимания не обратят и не заметят. Это удел бывших корректоров. Дальше у нас есть кнопки «Купить курс» и «Подробнее о курсе». «Подробнее о курсе» перенесет нас на страницу курса. Но мы пока листаем дальше. Почему Stable Diffusion? И опять обратите внимание, здесь 6 пунктов с ответами «Почему Stable Diffusion?» Хотя у меня, в принципе, такого вопроса-то и не возникло. Почему Stable Diffusion? Ну да ладно. На самом деле, все эти 6 пунктов я бы уместил в 2. То есть, я бы получил ответы на свои вопросы без необходимости листать экран туда-сюда. На мобилках это, конечно, не так заметно, но на десктопе прям бросается в глаза размер огромных этих блоков. Итак, почему Stable Diffusion? Профессиональный инструмент. Это распространенная история, когда на лендинге ставят какой-то текст, контент использует вот такие вот абстрактные общие термины. Что значит профессиональный инструмент? Им пользуются профессионалы. Профессионалы — это те, кто зарабатывают деньги своей профессией. Окей. Неограниченные возможности. Ну, нигде не бывает неограниченных возможностей, кроме, не знаю, нашего воображения. И даже там есть ограничения. Скорость и качество. Что скорость и качество? Может быть, высокие скорости и высокое качество? Или наоборот, медленная, низкая скорость и ужасное качество? Этот пункт, текст нам никак не расшифровывает. Возможность пакетной обработки большого количества файлов с настройкой параметров. А как это связано со скоростью и качеством? Тонкая настройка. Настраиваемый интерфейс. Эти пункты, они тоже друг от друга мало чем отличаются. В общем, огромное количество пространства занято той информацией, которая меня пока не особо интересует. Меня скорее интересует, сколько в курсе уроков, какой они длительности, могу ли я начать сегодня, если я его куплю сегодня, или будет отложенный старт, проверяют ли там домашние задания. Ну, в общем, много-много вещей, которые меня интересуют в первую очередь. А почему Stable Diffusion лично меня не интересует? Чему мы научим на курсе? Мы научим, как работать с нейросетью, не будучи программистом. Ну, хорошо, понятный пункт. Как работать быстро и продуктивно? Вот опять же, можно показать какой-то факт, пример, что значит, как работать быстро. Например, мы научим, как обрабатывать вот эту фотографию и прям показать пример этой фотографии не за 15 минут, а за 7 минут. Про продуктивность то же самое. То есть хорошо, когда есть какие-то фактические примеры, взглянув на которые, я сам про себя подумаю, о, так это же быстро и продуктивно. А наоборот, это не работает. Практика на ваших примерах. Хорошо? Как обучить свою модель? Что такое модель? Предполагается, что я читаю этот текст, уже знаю, что такое нейросети, модели в нейросетях, что такое стейбл диффьюжн, вероятно. Вы получите представление о том, как создать вашу модель лора, научитесь ее обучать. То есть на самом деле, сразу могу сделать замечание, с первых каких-то текстов этой страницы не хватает вводного описания для неспециалистов, которые мимо проходили. Вот я фотограф, допустим, и я ничего не знаю о нейросетях. Можно написать строчечку текста, что такое нейросеть, что такое стейбл диффьюжн, что такое модель, а потом уже дальше использовать эти термины на лендинге. Это не сложно. Окей. Вы легко освоите работу с нейросетями, не вникая в сложные технические аспекты. Мы расскажем, как нам удалось без навыков программирования освоить работу с нейросетями. Собранная нами информация помогла нам достичь удивительных результатов. То же самое, да? Расскажите о своих удивительных результатах. Я, услышав одну-две истории, сразу же, скорее всего, заинтересуюсь и захочу тоже повторить этот удивительный результат. А когда мне просто говорят про удивительные результаты, я на это никак не реагирую и листаю дальше. Для кого этот курс? Это очень важный блок. Начинающим ретушером, правда, смотрите, опять же, сколько он места занимает. И, главное, картинки здесь еще столько места занимают. Но информации здесь немного. Фотографом, это я, профессиональным ретушером, окей, и продавцам маркетплейсов неожиданно. Ну, хорошо, это полезный блок, так или иначе. Мы запустили бот-помощник. Сразу вопрос, где запустили бот-помощник? В Телеграме, может, в Ватсапе, может, в ВКонтакте. Может, вообще есть какой-то отдельный бот. Специально разработанный чат-бот с технологией GPT-4 предоставляет нашим студентам помощь в различных вопросах. Может быть, этот бот в интерфейсе самой школы там где-то как-то работает, вот как этот живо-сайт. Живо-чат, прошу прощения. Упростит поиск информации, объяснит термины. Да, этого не хватает. Поможет установить или... Ну, и так далее. В общем, бот что-то умеет. Ищем ссылку на бота, пока ее не видим. Видим предложение «Попробуй бесплатно». Здесь ко мне внезапно сайт обращается на «ты». А теперь на «вы» перед покупкой курса посмотрите видео о том, как будет проходить курс. Здесь вот у нас есть видео. И я его смотрел. Здесь пишут, что там вы сможете узнать, какие навыки необходимы для понимания материала и какие занятия предлагаются. Но на самом деле ответов на эти вопросы нет. И есть кнопка «в разработке». То есть получается, что то ли в разработке вот это все, что связано с видео и попробуй бесплатно, то ли это связано с ботом. Скорее всего, с ботом. Скорее всего, вот эта кнопка относится к этому заголовку. Но так как у нас информация эта не умещается на один экран, мы уже улетели из контекста и это в разработке нас здесь просто удивляет. Поможем разобраться со всеми вопросами. Хорошо. Это хорошее предложение. А здесь вот написано «доступ к чату и боту в Telegram навсегда». То есть, судя по всему, речь все-таки идет о боте в Telegram. Общайтесь в чате курса, делитесь решениями, объединяйтесь в команды с первыми дни обучения. «Вступить в общий чат». Ну, если я здесь прочитал про чат курса, наверное, хотелось бы видеть на кнопке «Вступить в чат курса». Ну, например, чтобы была какая-то последовательность. А так меня приглашают вступить в некий общий чат. Зачем, тоже непонятно. А ведь легко написать здесь какой-то текст, который прямо вынудит меня вступить в общий чат. Я просто не смогу от этого отказаться. Там, не знаю, чат, в котором сидит, не знаю, Вован, который травит самые смешные анекдоты про stable diffusion, так что вы смеетесь, но при этом запоминаете ценную информацию, присоединяйтесь, это бесплатно. И сразу мне уже больше хочется вступить в общий чат. Ну, это глупый пример, конечно, шутливый, но идею вы поняли. Не нужно много времени на раскачку. Посмотрите наш бесплатный урок и убедитесь, что учиться легко и увлекательно. И я сразу ищу бесплатный урок. Вот вверх чуть-чуть полистал. Непонятно. Может, это он? Может, нет. Вниз полистал. Тут тоже уроков бесплатных не видать. То есть, хотелось бы здесь сразу видеть этот бесплатный урок. Вот сюда его можно было бы вставить вместо барышни. Никаких программ и настроек. Просто напишите нам. Давайте я напишу вам. А куда писать-то? В живо-чат. Напишите мне, я онлайн. И начните путешествие в мир мастерства владения прекрасным. Ну, что это такое? Вроде меня тут ретуши собирались обучить. Купить курс. Полезные статьи. Здесь у нас есть какие-то статьи. Ссылка. Все статьи. Работы наших студентов. По этому модулю вот что скажу. Здесь, ну, красивые фотографии. Хорошо. Но курс-то про ретушь. Может быть, предыдущий вариант, который был дорезультатирующего, был лучше, чем результатирующий. Мы этого никогда не узнаем. Поэтому лучшая демонстрация того, чему обучает курс, это показать до, после. И сразу будет продано. Отзывы студентов. Отзывы студентов это хорошо. Что в текстовом виде, что в видео виде. Сразу забегая вперед, скажу, что в отзывах я нашел ту информацию, которой нет больше нигде. Тут, по-моему, я узнал, что это про количество уроков. Да, вот, курс быстрый, в виде пяти лекций, в форме стримов. Но при этом про лекции и еще и в форме стримов больше нигде на сайте. Информации я не нашел. Дальше. Нет времени учиться, нанимайте наших выпускников. Тоже удивительный блок, потому что он в разработке. И вроде я все равно никого не могу нанять. Тогда зачем мне об этом рассказывать? Можно его пока скрыть и добавить позже. Или, не знаю, взять у меня заявку на найм ваших выпускников когда-нибудь позже. Но, опять же, это такие субъективные рассуждения. Возможно, и полезно, что кто-то узнает, что вы в дальнейшем будете предлагать нанимать ваших выпускников. Будущие курсы нашей школы это хорошо. Хотелось бы, конечно, только чтобы предварительная запись была в виде какой-то формы. Я при клике на эту ссылку улечу в Telegram. Непонятно кого. Ну и тоже, это блок в разработке. Зачем писать, что это в разработке, если и так понятно, что здесь есть предварительная запись? Непонятно. Happy and Happy. Уникальная команда эксперов букву Т пропустили в области ретуши. Собственно, по этому модулю такое замечание. Вот есть Анастасия Бут. Я вижу ее прекрасную фотографию. А дальше я переключаюсь вот на этот текст. Основатель школы занимается ретушью уже более 19 лет. Очень молодая фотография на самом деле. И сразу задаешься вопросом, во сколько Анастасия начала. Но это не важно. Я создала курс по ретуши, создает для ювелирного бизнеса модели, провела три потока, в общем, всякие регалии. Но на самом деле, что продало бы курс лично мне быстрее всего, это три работы Анастасии, где она отретушировала фотографию вот до, вот после. Вот это я делала в течение там 30 минут до того, как освоила нейросети. А вот это я теперь делаю за 5 минут после того, как стала использовать нейросети. Дальше я листаю вниз и вот эта вот часть, она уже мной игнорируется. А это не очень хорошо, потому что здесь оказывается спрятано видео знакомство с автором, которое можно посмотреть. Ну и здесь есть более интересная информация, что Анастасия работала с компаниями Волк, Ральф Рингер, Поизон Дроп, Гринфилд и так далее. Поэтому три картинки до, после, да еще и с аннотацией это было сделано в рамках работы Ральф Рингер, а это в рамках работы Волк, мне бы этот курс продали сразу. Команда. Наша команда всегда готова прийти вам на помощь. Хорошо? Вопросы и ответы. Есть всего 4 вопроса и ответа. Я надеюсь, что после моего аудита их будет побольше. Тут внезапно снова переход на ты, да еще и к мужчине обращаются. Угадали, что я мужского пола. Не нашел ответ на свой вопрос, спроси в нашем чат-боте в разработке. Опять же скажу по секрету, эта ссылка активная, она ведет в Телеграм на несуществующий аккаунт чат-бота. Непонятно, зачем так делать. Нам тоже не терпится посмотреть, как красиво у вас получается. И я совсем не понимаю, что здесь за послание и для кого, что у меня получается, что надо делать с ним. Вы хотите, чтобы я вам что-то отправил в Телеграм, Емейл или на Ютуб, можно попросить прямым текстом. Если вы наш студент и вы что-то сделали и у вас красиво получилось, присылайте, мы поделимся с остальными. Например. Но здесь основное замечание по этим трем кнопкам. Здесь скрыты и Емейл, и Телеграм, и Ютуб под кнопками. Я не могу, к примеру, скопировать Емейл и пойти в свой почтовик. Я должен нажать на кнопку. То же самое касается и Телеграма. Я не могу сейчас открыть свой мобильный телефон и ввести нужный мне адрес Телеграма, посмотрев его здесь, потому что мне его надо извлекать или вот здесь вот снизу на него смотреть. Гораздо универсальней разложить это в таком разложенном виде. Телеграм, двоеточие, такой-то адрес, Емейл, двоеточие, такой-то адрес, Ютуб. Если нужны кнопки с призывом к действию, добавить их дополнительно. Типа пишите, смотрите, пишите. Ну и везде у нас есть прекрасная кнопочка от Живо Живо Чат, по-моему, это называется. Напишите мне, я онлайн. Если что, сейчас 3 часа 26 минут по Москве. Очень поздно. Не знаю, какие операторы онлайн, не знаю, кому здесь предлагают писать. Моя была бы рекомендация получить консультацию по курсу перед покупкой, например. Или у вас есть вопросы, обращайтесь. И здесь бы я подписал все-таки, с кем я потенциально общаюсь. с менеджером, с автором курса или еще с кем-то. То есть, это было бы более понятно. Ну и давайте я еще зайду на страницу самого курса. На самом деле, здесь дублируется та же информация, что есть на главной странице. То есть, на самом деле, к концу главной страницы, когда доходишь вот донизу, все-таки не нравится, как она долго подгружается, она, то понимаешь, что прочитал на самом деле рассказ не о школе хэппи-инхэпи, о ее положении, о ее там команде, чем она в целом занимается. А больше читаешь о курсе стейбл-дифьюжн, то есть, такая смешанная информация. Здесь уже непосредственно страница о самом курсе. Старт 14 июля, длительность 2 месяца, формат онлайн, стоимость 35 тысяч рублей, можно присоединиться до 21 июля, то есть, я уже пролетел. Программа курса. Это хорошо. Единственное, здесь непонятно, продолжительность каждой лекции не более 15 минут. То есть, здесь больше 10 лекций, каждая там, ну, допустим, даже по 10-15 минут. То есть, мне сложно прикинуть, как это вообще все происходит. Это будут какие-то онлайн лекции, я должен буду приходить в определенное время их смотреть. Или это все будет в виде видеоуроков. Или как-то иначе. Я буду заниматься в группе или индивидуально. Ну, в общем, все эти вопросы я перечислил в документе. Те вопросы, на которые нет ответов. А так, окей, от нуля до четырех. Четыре раздела. Прям программистский отчет. Отсчет. Познакомьтесь с будущими коллегами. Мы можем снова вступить в чат. Особенности курса. Готовое рабочее пространство. Опять же, для тех, кто не в теме, совершенно будет непонятно, что это такое. Будет предоставлена возможность подключения личного удаленного рабочего стола, который останется с пользователем после прохождения курса. Лучше один раз показать это в виде какого-то стримчика, чем описывать словами, как мне кажется. Кураторы. Повторяется блок с главной. Работы наших студентов уже нам знакомые. Отзывы студентов, отзывы новые. А мне кажется, лучше четыре отзыва, что на главной странице, что на этой добавить. Вопрос. Есть вопрос. Спроси в нашем чат-боте. То же самое. Стоимость курса. Купить курс. Тоже не терпится посмотреть. Ну и здесь кнопочки с живо-чатом нету, к сожалению. Хотя я мог попасть на эту страницу, а не на главную и вообще не узнать о том, что есть такая возможность пообщаться в живо-чате. Возвращаемся к моему документу. На самом деле, я здесь посмотрел и рассказал все, что хотел рассказать и посмотрел все, что хотел посмотреть. Давайте как-то прочитаем оставшуюся часть документа и перейдем к выводам. Следующий пункт это информационные ожидания потенциальных покупателей. Здесь я просто перечисляю все вопросы, которые потенциальные посетители страницы, потенциальные покупатели курса будут задавать и на которые им необходимо получить ответы, прежде чем они примут решение о приобретении курса. Я могу несколько прочитать. Можно ли отплатить от лица компании, например. Почему можно доверять автору курса? Какие есть этому подтверждения? Будут ли домашки? Будут ли их проверять? Какой регламент по проверке? Сколько времени будут проверяться эти домашки после того, как я их сдал? Будет ли сертификат? Сколько людей уже прошло обучение? Какая нагрузка в неделю? Нужно двигаться со скоростью группы или можно в своем темпе? Ну и так далее. То есть нету какого-то четкого рассказа о том, как проходит этот курс. Этот вопрос легко закрыть либо парой блоков текста, либо небольшим видосиком с рассказом и демонстрацией, как это все выглядит изнутри. Дальше идет блок «Результат аудита и рекомендации». Я выделяю все замечания, которые я обнаружил, и курсивом даю какие-то рекомендации, как их исправить. Ну, здесь в целом сами сможете зайти в этот документ и посмотреть. Ссылка будет под этим видео, если вам интересно. Но в целом я осветил все основные моменты. Я прошелся по главной, по странице курса и выделил какие-то общие замечания про анимацию с появляющимися блоками, про слишком крупные размеры элементов и неэкономное использование места. Нам не обязательно вообще-то экономить место, да, ну, как бы ничего страшного в том, что много места используется, обычно нету. Но в данном случае из-за отсутствия экономии места пользователям просто тяжелее будет найти нужную им информацию, потому что какой-то дополнительной навигации по этой информации в виде хотя бы якорных ссылок ее нету. Поэтому чем больше экранов в данном случае вот этого лонгрида длинной страницы, тем сложнее ей пользоваться. И заключение я вам зачитаю. Несмотря на то, что на сайте есть общее описание курса и возможность его приобрести, все-таки не хватает информации для принятия решения о покупке. То есть на самом деле я бы, если все-таки задумывался в эту сторону, написал бы автору, проконсультировался и только после этого принимал решение. Но для таких, как я, получается, нету прямого призыва. У вас остались вопросы? Напишите нам. То есть, ну, нам тоже не терпится посмотреть, как красиво у вас получается. Это не то. Живочат в 3 часа 30 минут тоже не совсем то. Не хватает прямого призыва к действию. Если этот курс продается с помощью воронки, которая начинается с вебинара, то есть собрал автор людей, продемонстрировал на вебинаре какие-то основные моменты, обучающие материалы, рассказал все подробно о курсе, то не хватает информации для тех, кто попал сюда с вебинара. Например, вы попали сюда с вебинара, отлично, вот вам кнопка для покупки курса. А если вы не досмотрели вебинар, вот он в записи. Ну, то есть, чтобы была какая-то связанность повествования. С точки зрения удобства получения информации о курсе, слишком мало информации на экран, который раз уже это повторяю. Итого. Функции, позволяющие купить курс, 8 из 10. То есть, курс купить легко. Предоставление информации, необходимой для принятия решения о покупке, 4 из 10. Информации этой не хватает, откровенно. Юзабилити тоже 4 из 10, потому что огромные страницы, в которых сложно найти нужные ответы на мои вопросы. Рекомендации. Вот. Сможете их сами прочитать. Но мои аудиты отличаются тем, что я могу найти много-много разных пунктов, недочетов, замечаний. Но среди них я выделю 1-2, которые, по моему мнению, позволят малой кровью принести максимальную пользу для дела. И вот, что можно изменить сразу, чтобы получить результат, который на 80% исправляет мои замечания. Во-первых, расширить перечень вопросов-ответов пунктами из списка информационных ожиданий пользователей в этом документе. Вот перечень вопросов. Часть из них без ответов остаются. Если все эти вопросы подбить в блок «Вопросы-ответы» в конце этой страницы, то это на самом деле решит половину проблем. Сделать призыв получить консультацию по курсу, на которой уже лично ответить на вопросы потенциальных покупателей. Везде рядом с кнопочкой «Купить курс» можно добавить такую же кнопочку «Получить бесплатную консультацию», если у вас остались вопросы. Ну и, разумеется, я как проектировщик после этого сделал бы коммерческое предложение на перепроектирование этого сайта. Я бы на нем закрыл все информационные ожидания посетителей, то есть я бы пообщался с владельцами этого курса, я бы пообщался с представителями их потенциальной целевой аудитории, дополнил бы еще список потенциальных вопросов, потому что я уверен, что я собрал не все, хотя и большую из них часть. Ну и затем я бы подготовил эти тексты и скомпоновал, и отредактировал их как, собственно, опытный редактор. Дальше я бы сделал так, чтобы сайт был структурно готов к появлению новых курсов и собирал заявки на участие с помощью форм. Ну и, наконец, чтобы на один экран было больше информации и по ней можно было бы легче перемещаться. А на этом, пожалуй, все. Если вы хотели бы получить такой же аудит по вашему любому интерфейсу, вы можете обращаться ко мне. Я это делаю и бесплатно, и за деньги. О деталях и подробностях вы можете узнать в описании к этому видео. Там же вы можете найти ссылку на мою бесплатную книгу нормального фрилансера. Там же вы сможете найти ссылку на мой телеграм-канал. Обязательно присоединяйтесь, если вам интересен подобный контент. Спасибо за внимание. И увидимся с вами в следующий раз.